Партия Нуратан по всей стране инициировала в этом году проект Бакаттеотбасе. В его реализации принимают участие полицейские чиновники всех госучреждений. Основными задачами проекта являются правовая защита и укрепление института семьи. Большую работу в этом направлении проделали полицейские, которые констатируют снижение количества преступлений среди несовершеннолетних более чем на 27%. Зарегистрировано 118 преступлений. Под контроль органов полиции взято 1914 подростков, в том числе 481, в отношении которых вынесены защитные предписания. На учетах в подразделениях по делам несовершеннолетних районов и области на конец отчетного периода состоят 1066 несовершеннолетних и 1220 неблагополучных семей. В этом году по статистике полицейских 116 детей и подростков стали жертвами преступлений. 54 из них подверглись насилию. Здесь получается у нас из 54 преступлений против половой неприкосновенности, это 25 фактов, это ранние беременности. То есть там как такого состава преступления умышленного нету, но ранняя любовь, ранняя беременность. Свою статистику привели и представители управления образования. В рамках республиканской акции «Дорога школов» в текущем году оказана помощь почти 12 тысячам детям на общую сумму 70,3 миллиона тенге. Причем акция будет продолжена до 31 декабря. Во многих семьях есть нужда в приобретении зимней одежды. Партийцы предложили установить нормативы, которым будут следовать меценаты, участвующие в этой акции. Ведь порой помощь детям из малообеспеченных семей оказывается неравномерна. С этим не совсем согласна Гульнара Бенова, которая рассказала, что все малообеспеченные многодетные семьи в регионе обеспечиваются продуктами питания, углем и дровами, а более 10 тысяч семей являются получателями АСП. Особо остро среди многодетных семей стоит проблема обеспечения жильем, поскольку значительная их часть не способна решить ее самостоятельно. В таких случаях на помощь приходят меценаты и государства. Уже 49 семьям в области были подарены дома и квартиры. Более 2000 семьям помогли закрыть долги из-за коммунальной услуги. У работающих же многодетных мам и пап до конца года есть возможность приобрести жилье по одноименной жилищной программе «Бакат-отбаса». На сегодняшний день мы 180 заявку приняли, находятся на рассмотрении из них 5, все остальные утверждены заявки. Выдано 64 займа на общую сумму 474 миллиона. В завершении заседания его участники пришли к мнению, что помимо поддержки семей, нужно заниматься предупреждением их неблагополучия, чтобы не растить иждивенцев. Виктор Ваташко, Болслоликенова, РТН